Уважаемый господин посол, рад вас видеть веселым и бодрым. Значит, не все так плохо в мире нашем. Есть места, где и тихо, и спокойно. Я имею в виду и наш дружественный Вьетнам. Вьетнам. Народ Вьетнама заслужил эту тишину и тот благоприятный рост развития Вьетнама. Вы прошли очень трудные времена в свое время. И вы знаете, я всегда, когда речь идет о Вьетнаме, всегда вспоминаю вот ту борьбу вьетнамского народа против тех людей, которые хотели уничтожить Вьетнам и обосноваться в этом райском уголке, в стратегическом районе Юго-Восточной Азии. Тогда мы были вместе, мы вместе боролись, мы помогали Вьетнаму. И это наша основа, это наша историческая память во взаимоотношениях двух государств. И я хочу вас заверить в том, что мы всегда будем ценить эти совместные времена борьбы, которые принесли вьетнамскому народу мир и в настоящее время благосостояние народу и процветания в вашей стране. Мы всегда будем делать все для того, чтобы Вьетнам развивался. Это не только потому, что мы любим вьетнамский народ, это действительно так. Мы с любовью относимся к вашему народу. Но это еще и потому, что это с точки зрения экономики выгодно. Это прагматизм характерен и для нашего народа, и для вьетнамского народа, для наших государств. Это сотрудничество всегда приносило и будет приносить пользу. У нас около 200 миллионов уже товарооборот по году, может быть и больше. Мы полны решимости развивать. Наш сотрудничество сферы экономики – это фундамент наших отношений. Вы знаете наши возможности. Мы будем стремиться к тому, чтобы наши технологии переносить на территорию Вьетнама, создавать там совместные предприятия по производству продуктов машиностроения. Я имею в виду и МТЗ, и МАЗ, и БелАЗ – крупные наши предприятия. Мы готовы с вами сотрудничать по поставкам продуктов питания, минеральных удобрений, что сейчас весьма актуально. А для 100 миллионов вьетнамцев, наверное, это тоже будет нужное направление сотрудничества. Я знаю, что мы там сертификацию некоторых наших продуктов питания проводим. Хотелось бы, чтобы это было более оперативно. А сегодня я хотел бы с вами обсудить перспективы нашего сотрудничества. Думаю, что, как мы и планировали ранее, визит нашего премьер-министра во Вьетнам состоится. И уже там в деталях подробно можно будет обсудить и итоги прошедших лет сотрудничества, и перспективы дальнейшего сотрудничества. Я хочу, чтобы вы знали, Вьетнам всегда был нашим другом, и таковым останется. Продолжение следует...